Почти тысячи человек помогли студенты Российской таможенной академии. Они оказывали бесплатную юридическую помощь населению во время практики в юридической клинике, функционирующей прямо в ВУЗе. За это студенты получили сертификаты. На церемонии вручения побывала наша съемочная группа. Вручение сертификатов клинического юридического образования – процедура уже традиционная в Российской таможенной академии. За успешную практику оказания юридической помощи населению студентов благодарит сам ректор учебного заведения. Работа юридической клиники дает нам возможность быть более конкурентоспособными среди других высших учебных заведений. И соответственно наши выпускники, в частности юридического факультета, те, которые прошли через юридическую клинику, становятся гораздо более востребованными в нашей стране, в нашей службе. А некоторые даже и за рубежом. Успешность такого проекта, как юридическая клиника, функционирующая прямо в стенах учебного заведения, отмечают и сами студенты. Теорию мы получаем на занятиях, на лекциях и можем применить ее уже непосредственно при решении практических дел. Также важнейший элемент – это работа в команде. Мы учимся работать сообща, работать эффективно. Юридическая клиника открылась в Таможенной академии 1 сентября 2011 года. За шесть лет было принято более тысячи человек. С начала 2017 года студенты проконсультировали 400. Качеством услуг и грамотностью молодых специалистов граждане остаются довольны. Наши студенты активное участие принимают ежегодно. Проводим мы конференцию, посвященную именно клиническому образованию. И активное участие принимаем в секции клинического образования в международном юридическом форуме, который проводится ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Выдаем правовое заключение. То есть правовое заключение означает, что письменная консультация или еще по-другому называем меморандум, пошаговую инструкцию, как нужно поступить клиенту, куда идти, какой документ подать, какой госпошлину платить. Кроме консультаций в клинике студенты работают достаточно активно и на социальных объектах городского округа Люберцы. К примеру, в марте 2017 они оказывали бесплатную юридическую помощь на избирательных участках во время выборов депутатов. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.